Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной выпуск новостей The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хотелось выразить огромную благодарность всем спонсорам на нашем канале, а также всем донатерам. Спасибо, друзья! Еще отдельное спасибо хочется выразить подписчику Тильвестру Лебовски, который предоставил некоторую информацию для данного выпуска новостей. Также, ребята, не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте, в наш Дискорд, подписываться на наш Твич-канал, канал Яндекс.Дзен, где выходят наши ролики раньше, чем на Ютубе. И в дальнейшем будут проходить наши стримы, если наш Ютуб в скором времени будет заблокирован. Ну что же, друзья, начнем. Думаю, стоит начать с анимации Бэйпи Азавра, которую нам показали разработчики в официальном Дискорде на этой неделе. Давайте посмотрим на нее. Как мы видим, что Бэйпи довольно злой и устрашающий динозавр, который, возможно, войдет в последующее обновление Эвримы. Но настолько ли он грозен и опасен? Давайте немного разберемся. На дорожной карте прогресс разработки Бэйпика уже сдвинулся чуть с мертвой точки. Насколько мы знаем, что Бэйпи Азавр относится к так называемым всеядным динозаврам. Это точно указано в прогрессе карты. Да, всеядные динозавры в игре будут. Это можно видеть в игре в меню при выборе динозавра. Амнивора. Рост существа составляет всего лишь полтора метра в высоту и метр восемьдесят в ширину. А значит, данное существо будет сравним лишь с дриозавром. Серьезным хищником для него будут лишь троадоны и другие джувы других хищников. Троадоны вообще отдельная тема. Не забываем про яд. Но и Бэйпи Азавр не так уж и слаб, насколько мы видим, что данный персонаж обладает достаточно длинными и острыми когтями на передних лапах, которыми он будет наносить блит своим врагам. Собственно, Бэйпи Азавр, это маленький представитель терезинозаврит, будет обитать преимущественно около берегов рек, где он будет искать себе пропитание в виде лягушек и мелкой рыбы. Также он будет питаться водорослями. Система плавания Бэйпи очень интересная. Он сможет плавать как утка, при этом не тратя большое количество стамины. И также нырять и плавать под водой, где у него будет способность уклонения как у дриозавра и ускоряющий рывок как у длинозуха. Рассмотрим также концепт. Как говорил выше, для Бэйпи лучшей средой обитания будут болотные и речные биомы. Где он сможет, ну почти, спокойно плавить рыбу и набить свои нутриенты и маленький желудочек водорослями. Лягушки, элитная рыба, косяки рыб и водоросли. Основная его часть питательной цепочки. Урон от его когтей будет колоссальным. Еще одно достоинство Бэйпика, то что в любой момент от опасности можно будет спокойно нырнуть в ту же реку. Мы видим это все на концептах. Самое главное, чтобы вас там уже не поджидали, дейнозухи. Ну а теперь немного о скинах. Давайте поговорим об этом. И какая информация есть еще у меня на данный момент. В официальном дискорде разработчики поделились скрином дейнозуха. Где, как мы видим, они вовсю уже тестят на закрытых QA. Систему скинов. Система ожидается одновременно с выходом обновления 5 кнездования. Подробный разбор скинов мы уже с вами проходили в прошлом выпуске новостей. Так что обязательно посмотри его. Ссылка будет в описании. Могу добавить сейчас еще раз, что возможно на первом выпуске системы скинов нам будут доступны небольшое количество палитры. Как на данный момент предлагает нам основная ветка игры Legacy. Сравните дейнозуха и того же гиганатозавра. Добавлю еще по поводу скинов. Некоторые цвета и узоры будут секретными и будут требовать разблокировки. Особенно это будет связано со специальными перками. К примеру, маскировочный окрас для Ютораптора. Скины и их узоры будут передаваться по наследству. При этом можно даже будет ожидать результат в виде гибридного скина у детеныша. Еще мы сможем наблюдать изменения скина по мере взросления динозавра. Немножко информации о людях в игре и небольшой взаимосвязи с ними динозавров. По мере разработки игры, человеческих построек на карте будет появляться больше. Среди них ожидаются горные туннели, бункеры, склады оружия, брошенные машины и вертолеты. Некоторые постройки, вроде коммуникационных антенн, можно будет использовать для передачи связи. Но стоит учитывать, что динозавры смогут наносить урон зданиям. Также известно, что Птир будет выхватывать оружие из рук. Траодон будет наскакивать подобно Юте и травить людей ядом. Пахи будет таранить различные ограждения, а также автомобили. Процесс разработки системы гнездования. Близится немного к финалу, и мы ждем его на тестах приблизительно в середине апреля. Но, правда говоря, на дорожной карте мы видим маленький прогресс. Ну, а теперь ответы на ваши вопросы. Кстати говоря, по поводу вопросов. В нашем Дискорде я сделал рубрику «Вопросы к разработчикам по The Isle of Rima». Там вы сможете задать мне любой вопрос касаемо разработки игры. Ну, а я, в свою очередь, постараюсь задать эти вопросы разработчику, получить на них ответы и рассказать вам о них в следующем выпуске новостей. Первый вопрос. Будет ли у Дилофазавра наскок или что-то общее с Ютораптором? Ответ. Мы разбирали Дилофазавра, друзья, в одном из выпусков новостей, но я дам еще раз ответ. Нет, у Дилки не будет наскоков. Единственное, что может быть общего с Ютораптором, так это некоторые из их нутриентов. Вопрос номер два. После релиза Эвримы и добавлением всех запланированных динозавров, будут ли выходить дальнейшие обновления с добавлением незапланированных динозавров? Как ответил мне Панч, прогресс игры после выхода всех обновлений не завершится. И что-то новое мы будем делать и запускать. А также выпуск всех незапланированных существ. Вопрос номер три. Будет ли у Бэпиазавра какая-то способность, учитывая его когти? Либо он просто будет давать Блит? Способности наподобие разрыв связки, открытая кровоточащая рана, за которой нужен какой-то уход травами. И будет ли такое, что если рана глубокая, то нужны будут травы для лечения? Ответ. Способность наносить хороший урон и Блит однозначно будут. Кровоточащие порванные раны учтутся в обновлении шесть кровь, если Бэпика выпустят раньше. А вот по поводу подробного лечения ран какими-то травами, ответа мне, к сожалению, не дали. Вопрос номер четыре. Как будет отыгран яд у Утроадона и Дилофазавра? Будут ли какие-то еще динозавры, наносящие яд? Ответ. Яд явно будет наносить существенный урон вашему динозавру, без нужных нутриентов, дающих вам бафы. Вы покойник. В планах разработки ядовитые динозавры будут, но их количество мне не было названо. Вопрос. Сколько будет динозавров, которые смогут цепляться за жертву, как Юта? Ответ. Точно сказать не могу. Но Троадон и Австро-Раптор точно. Вопрос номер шесть. Самку гипсилофодона выпустят одновременно с гнездованием, а если нет, то как будет работать эта техника у гипсилофодона? Самку и рост гипсилофодона добавят в пятом обновлении. Вопрос касаемо групповых лимитов. Будут ли увеличены групповые лимиты для всех динозавров в игре, для игроков? Ответ. Групповые лимиты и количество игроков в пати будут изменены, но в будущем. Вопрос. Как сильно будут влиять погодные эффекты на оптимизацию? На данный вопрос я как-то отвечал в одном из наших выпуске новостей, но я повторюсь еще раз. На тот момент, когда выйдет патч с погодными условиями, разработчик обещал нам внести хорошую оптимизацию и якобы все проблемы, связанные с ней, до выхода шестого патча. Но с багами и ошибками все равно придется столкнуться. Самое главное, к выходу данного обновления, возможно, игрокам понадобится уже лучшее железо. То есть, системные требования вашего ПК или ноутбука станут более требовательными. Вопрос. Увидим ли мы Бэйпиазавра в ближайшем патче? Ответ прост. В обновлении гнездования не планируется выпуск каких-либо динозавров. Интересный вопрос от подписчицы Анны Китти. Почему сиди динозавры не могут нюхать? У них что, нос закладывает? Ответ более прекрасен. Может быть, динозавры просто отдыхают? И вот точный ответ по поводу непрогрузки карты, если вы заходите на сервер, когда ваш динозавр висит в воздухе по 10-15 минут. Во-первых, это небольшая ошибка, связанная с самой картой в игре, а также это связано с конфигурацией вашего компьютера. Панч посоветовал ждать пятого обновления, где они обещают завести нам нормальную оптимизацию, а также оптимизируют игру для чуть слабых ПК. Надеюсь, что данный выпуск новостей вам понравился. И касательно будущего Эвримы мы с вами немножко разобрались. Ну, а от себя лично хотелось бы сказать вам всем огромное спасибо за вашу поддержку нашего канала, за то, что вы вместе с нами. Всем хорошего выживания в мире The Isle. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok